Христианская церковь На самом деле в гонениях выстояло, в очень серьезных испытаниях, много было мучеников за Христа и Евангелие распространялось в очень сложнейших условиях гонений и порой чаще всего в условиях строжайшей конспирации. Первых 300 лет потом церковь вышла из подполья, церковь христианская легализовалась, но здесь церковь ждала самое серьезное испытание, оказывается. Даже не так страшны были, как загонения внешние, как страшно оказался мир. Знаете ли, и в момент мира, и в момент войны, и в момент, когда нас прессуют, когда нас хвалят и в здравии болезни, во всяком состоянии нужно понимать, что мы находимся в зоне сражения, как говорят проповедники многие, в зоне борьбы на этой земле. И, к сожалению, многие христианские служители того периода времени попадали из-за мамонной гордости, похоти и просто-напросто политики. То, что они могли сделать костры и распятие, дыбы, сделал мамона и Цезарь Папизм. И начался процесс, очень страшный процесс смешивания христианства с язычеством, уязычивания христианства, еще называют это, или же смешания христианства с язычеством. И мы с вами записывали такой период истории церкви с 325 по 843 год, когда вот такой дьявольский коктейль был сотворен. На самом деле, когда истинную ложь перемешивали, когда в христианстве имплантировали вот эти дьявольские штучки. Такие, как многобожие, идолопоклонство, оккультизм, антисемитизм и много других проблем с этим. И вот я хочу начать, интересно, 11-й урок со стихотворения Пушкина. Малоизвестное стихотворение Пушкина Александра Сергеевича, еще в 13-м году написано, называется «Монах». Это по поводу одного святого православной церкви он написал. Это стихотворение было в черном списке царской цензуры, потому что здесь он покусился на суеверии, которым жила православная церковь в то время. И суть этого стихотворения он просто описал в стихотворной форме жизни одного монаха, святого православной церкви Иоанна Новгородского, который пропагандировал на Руси, один из первых, кто очень рьяно пропагандировал силу креста, силу крестного знамения. Я вчера говорил, что ношение креста и само крестное знамение на себе начертанное, оно может быть на самом деле реальной проблемой, духовной проблемой, оккультной проблемой. Если этому придавать именно такое действие, такое духовное, защиту, допустим, от бесов, защиту от проблем, принесение удачи, счастья и прочее. То есть, как талисману, как оберегу отношений, это ужасно, конечно. И вот писал Пушкин это стихотворение буквально, значит, он длинный, я так вкратце только лишь прочту. И вот, с жития Иоанна Новгородского. О чудо! В миг все призрака исчезают, и вот перед ним с рогами и с хвостом, как серый волк, щетиной весь покрытый, как добрый конь с подкованным копытом, пристал молох, дрожащий под столом. С головы до ног, облитый весь водою, закрыв себя подолами и пончи, вращал глаза, как фонари в ночи. Ура! Вскричал монах, с усмешкой злой он его перекостил и запечатал эту бессу, короче. Теперь поймал тебя подземный чародей, ты мой теперь не выберешься злодей, все шалости заплатишь головою, иди в бутыль, закупорю тебя, сейчас ее в колодец брошу я. Ага, мамон, дрожишь передо мной, ты победил, почтенный старичок, так отвечал смирехонько Малок. Ты победил, но будь великодушен, в гнилой воде меня не потопи, я буду век тебе зато послушен. Спокойно ешь, спокойно ночью спи, уж соблазнять тебя никак не стану. Минутку дай с тобою изъясниться, оставь меня, не будь врагом моим, поступок себе, наверное, наградится, а я тебя свезу в Иерусалим. При сих словах монах себя не вспомнил. В Иерусалим, девясь, он безумолвил, в Иерусалим, да-да, свезу тебя, ну, если так, тебя избавлю я. И дальше там такое, в конце стихотворения такое. Старик, старик, не слушай ты Малока, оставь его, оставь Иерусалим, лишь ищет без поддеть святого сбока, не связывай ты тесно дружбы с ним. Но ты меня не слушаешь, Панкратий, берешь седло, берешь черпак, узду, уж по тобой бодрится, черт проклятый, готовится на адскую езду. Лети, старик, сейф на плеча Малока, толкай его и взад и под бока, лети, спеши в священный град Востока, но помни ты, что ты не на лошака, ты возложил свои почти на ноги. Держись, держись всегда прямой дороги, ведь мрачный, а дорога широка. Там, значит, история такая, этого, ну, Панкратий назван, но это Иван Новгородский, святой. Он, значит, однажды пошел умываться и перекрестил умывальник, и там, значит, там что-то запищало, завизжало он. Что это такое? Ему там говорит, вот я там черт, я хотел тебя испортить, а ты меня запечатал теперь. Теперь я как запечатанный диалог, короче, не могу ничего сделать. И, значит, и пока размышлял, что бы сделал с ним, значит, с этим, значит, бесом, значит, оттуда поступило предложение из умывальника, что так, так, отпусти меня, старчик, говорит, я твои желания исполню. Одно желание, правда, шла речь, одна, ну, не как золотая рыба, конечно, одно желание. Слабый джин такой, видимо. Вот, значит, и вот такое предложение, на самом деле, свести в Иерусалим. Одной ночью, вот туда и обратно, мы смотаемся в Иерусалим и обратно в Новгород. А жил этот архиепископ в Новгороде, он был архиеписком новгородским. И сказано, сделано, он его распечатал, вот он бесом каким-то образом, как там не написано, но как бы... Назад перекрестил. Да, бабушки обычно перекрещут назад, наперед, как бы распечатывают дьявол, как бы бездну открывают или закрывают бездну, то есть, ну, бред просто. И вот, значит, и этот Иван Новгородский распечатал беса, как бы бес там обратился в какое-то средство передвижения. Значит, значит, он сел на него, значит, и они полетели, как в акула за червичками в Санкт-Петербург слетал. Значит, так вот этот Иван Новгородский слетал, значит, получается, в Иерусалим. Ну, и как бы там, ему этот бес показывает там все эти достопримечательности, значит, там, ну, пожалуйста, значит, туда-сюда смотри, там храм такой-то, такой-то. Этот Иван Новгородский, он там крестится, значит, там кланяется, очень доволен был, как паровоз, наверное, что он все, он посмотрел все это. А ему этот черт говорит, слушай, говорит, пора уже, у нас там скоро уже педухи споют, давай, соответственно, полетели обратно в обратный рейс. Ну, и обратно прилетели уже в Новгород, ну, и, как говорится, по копытам, или как там, пора уже, значит, расставаться. И в этот момент, значит, этот дьявол говорит ему, слушай, говорит, в нашем контракте еще там было кое-что, я попрошу тебя еще кое-что. Ну, еще одну уступку мне сделали, говорит, я, говорит, ты, говорит, никому не говори о том, что сейчас подошло. Если не расскажешь, сохранишь верность, да, вот этому завету нашему, тогда, говорит, я, говорит, от тебя отстану. И как вот Пушкин здесь писал, что я там, ну, короче, спокойно ешь, спокойно ночью спи, там, не буду тебя мучить и все. И, а если расскажешь, все, приняй на себя, тогда, значит, ну, как бы жизнь твоя будет немила тебе. И вот, ну, этот старик, самое интересное, молчал, он, ну, сохранял верность этому слову, которое дал дьяволу. Значит, а потом взял и проболтался однажды. И, ну, там начались проблемы такие у него, там, его, значит, там, короче, там, долгая история такая, его там обвинили, там, в блуде, значит, там, он там, потому что эти приходили паломники, какие-то там, ну, туристы, там, посетители заходили к нему. И видели, там, женское белье разброшенное, разбросанное по его келье, значит, ну, слух пошел такой, значит, потом, значит, новгородцы собрали вечи, совещание такое, ну, как, совет такой, что ли. Вот, и постановили, ну, архиепископа утопить, вот, за его эти, такие, похождения блудные. Ну, как бы, в 8 месяц за грех смерть. Им дальше не объясняли ничего. И вот они этого, а да, они пришли к келье новгородского Иоанна, ну, к его офису, как бы, офису. Вот, толпа собралась новгородцев, значит, вызывают, значит, Иоанна, архиепископа. В это время келья распахивается, и там, ну, как сказать, девушка, в чем матерь дела? Вот, и они, о, по личным поймали, ее тоже давайте. Ну, не удалось ее схватить. Она убежала, короче. Комсомолка, видимо, спортсменка. За ней гнали, сгнали, короче, не догнали, плюнули. Вернулись, значит, старика за бороду и повели его на волков топить. А он попросил слово последнее сказать. Ну, и, как бы, сказать, ну, ладно, пускай скажет слово-то. Че там? И он там такую речь задвинул, что толпа там плакала и смеялась, и аплодировала. Короче, его отпустили. Он болтал всю толпу вообще. И, значит, больше того, когда он умер, его прославлено как великого чудотворца. Ну, чудил дедушка, конечно. А это вот есть, когда чудотворец? Не-не, это еще хуже. Это Иоанн чудотворец. Это уже другая категория, да. Значит, и Иоанн Новгородский, он, значит, как объяснил все. Даже история с девушкой что-то была... Вы же не поймали ее? Нет. А почему? Потому что она не девушка. Это был дьявол воплощенный, как бы, материализовавшийся. А-а-а, нет, вау. Он, он дальше рассказывать стал, значит, всю эту историю, как он летал, значит, и как с дьяволом был договор, потом он его нарушил, как бы, и прочее. Короче, его проставили как святого, но до сих пор вот эту историю с Иоанном Новгородским называют, как бы, ну, классическим примером. Как бы, иллюстрация силы крестного знамения. То есть, вот что грешево творящее дело. Помните, да? Иоанн Васильевич не прогрессил. Берегустил, вот что грешево творящее дело. Вот, как бы, вот вера в такие вещи, она, вот в средние века, она была повсеместной. Вы не поверите, на самом деле, что, ну, сейчас нам это трудно поверить в это. Реально трудно поверить в то, что люди в этом видели свою веру. Там два перста, три перста, там, значит, там, как перегеститься. Когда начался раскол старобрядческий, было много людей репрессировано, людей сжигали на кострах. Вот этот, один из идеологов старобрядческого раскола, ну, как, ну, один из тех, кто остался верный вот этим традициям, которые были приняты Киевской Руссией с Древней Византии, предкрещения Руси. Потому что началась такая новая традиция, новые обряды, новые веяния такие. А вот те, кто остался старым традициям верным, их назвали староверами или старобрядцами. Вот один из идеологов старобрядческого протопоп, то есть старший священник. Протопоп Авакум был такой. Протопоп Авакум. Раньше священники звали, священников называли поп. Поп, от слова папа, отец. А, значит, заслуженно священников называли протопоп, да? Жена папа, кто? Попадья. Жена протопопа, протопопица. А самые заслуженные протопопы, их называли попище. И вот, ну, это не было оскорблением. До Петра Первого это было, ну, нормально, как бы. Вот, значит, а потом Петр Первый приказал по такому греческому образцу попов называть иереями, протопопов, протеиереями. А, значит, попище называть протопресс-фитерами, там, допустим, военно-морского флота, там, или, там, армия, там, чего-то еще. Как старший священник США, допустим, значит, старший поп в армии, допустим, старший поп, там, значит, на флоте. И старший поп, там, где-то, в ведомстве каком-то, допустим. Это протопресс-фитер, их называли. Так вот, и, а, кстати, протопоп этот Аввакум, он писал в своем житии, протопопица моя Анастасия, говорит, как ярко медведица, там, что-то такое, там, так интересно, он красиво писал все-таки. Значит, и, ну, он много пострадал за веру свою, за свои традиции, и потом его сожгли в Пустозерске, Заполярье, ну, там, где, вот, оттуда, куда-то. И там зажгли его, и есть такое описание его казни, когда огонь уже стал разгораться, и веревки его привязали с товарищами, значит, да, и веревки уже, огонь уже обжег, значит, и можно было вырваться руку. Он вырвал руку, и прямо из огня, последнее, что он кричал, он вытащил два пальца и кричал, с ним крестом креститесь, и во веки не погибнете. Представляете? То есть, как бы, умер за идею, которая была вот в креста, вот в крестном знамении. Нам кажется, ну, бред какой-то сейчас, да, вот мы сейчас современным людям, уже 21-е столетие сейчас, ну, какая разница, сколько пальцев складывается? А если, к примеру, инвалид человек? Ну, реально, вот есть люди, которые родились такими, у которых нет пальца, допустим, да, или там что-то случилось, раз, там, чик, ну, травма производства, да, допустим, да, там, на штабе, там, или что-то еще оторвало. Вот, а что он, получается, он вообще не христиан, он не может ни перекреститься тебе, значит, ни там, и вообще, и для дьявола самая легкая добыча вообще, значит, это было. И, а что делать вообще с пальцами? Значит, вот люди настолько были суеверны, это страшно, ведь люди не дали, как бы, Евангелие, ну, что их осуждать-то, да? Потому что им не дали слова, им не дали христианство евангельское, им дали христианство такой традиции, суеверия, и во что это вылилось, друзья? Вот в такое обряды верия. И, конечно, я, ну, как и, наверное, многие на стороне где-то о вакууме, потому что, ну, они страдали все-таки, они как бы, ну, это не повод сжигать человека, я считаю, значит, там, если он там держится, там, двух пальцев, допустим, да, двух перстов. Но в те времена это была политика, потому что церковь была государственной церковью, это не была просто сама по себе церковь, это была церковь под государством. Церковь была, ну, цезарь-попийская. И на Руси цезарь-попийский был с самого начала, вот с самого крещения Руси и до 2001, как бы. Только в 17-м году, когда вот первое пришло правительство, временное правительство пришло во главе с Керенским, только лишь тогда было объявлено отделение церкви от государства, принцип независимости от церкви. То есть, не было там гонения на церковь ни в коем разе, нет. А вот именно был принцип независимости от церкви от государства. И что церковь сама вправе была решать вопросы, там, ну, внутренней, там, доктрины, допустим, да, администрации, финансов, там, ну, всего-всего. То есть, церковь, она была независима в этих вопросах. А раньше нет, раньше церковь была зависима. И я даже пример проводил, помните ли, да, что в своде законов Российской империи было что написано? Глава церкви, его императорское величество. И в первых уроках мы с вами видели страшную картину, на самом деле. Но дальше будет еще страшнее. Дело в том, что, значит, дальше влез злее партизаны, да, говорят так? Ну, значит, помните ли вы, значит, когда я рассказывал о том, как приходило постепенно многобожие и идолопоконство, я, значит, говорил о Третьем Вселенском Соборе, да, и поставил было дату, но они ничего не сказали, следующее, что Третий Собор был в 431 году, мы запомнили, да, и даже узнали, что их было два на самом-то деле. 22 июня, 26 июня, да. И мы узнали, что те, кто стояли за истину, евангельскую, библейскую, они были репрессированы. Там сотни, сотни, там высших этих иерархов, там митрополиты, патриархи даже, значит, ну, три патриарха были репрессированы, шутка ли, это впервые в истории церкви вообще, как бы так было, такие массовые репрессии именно духовенства. Потому что шла речь, ну, о самом радикальном изменении в истории христианства. Ведь, шутка ли, христианство, ну, перекраивалось, буквально переделывалось, ну, по-живому рвалось все, по-живому рвалось. Поэтому сотни выдающихся этих богословов, иерархов, митрополитов, даже три патриарха были репрессированы. А, значит, потом, значит, там тысячи и тысячи обычных священнослужителей были репрессированы. На их места поставили монахов и, ой, и началось такое, что даже у, будем так говорить, у народа и официальной церкви, и, значит, у политиков охватило ума, значит, как бы, ну, как бы, что-то предпринять надо было. Потому что слишком далеко все зашло. Через 20 лет была необходима созыва нового Вселенского Собора. Это было в 451 году. Запомним эту дату. Она, 451 год, 4-й Вселенский Собор, через 20 лет, ровно через 20 лет после 3-го Вселенского Собора, был в Халкедоне 4-й Собор. Я о Соборах подробно не буду рассказывать, я лишь некоторых упомяну соборы, которые стали, знаете ли, для исторического христианства такими судьбоносными, что ли, в плохом или в хорошем смысле. Вот, да, 4-й Собор мы записывали, да, но я скажу сейчас одну страшную правду об этом Соборе, о Халкедонском Соборе. Халкедонский Собор, кстати, есть православная церковь, которая себя называет до-Халкедонский, которая подчеркивает, что они не признают решение этого Собора. Есть много древних православных церквей в мире, которые называют себя до-Халкедонской церкви. Так вот, и, к примеру, на территории бывшего Союза, вот армянская церковь, да, она называется, тоже можно назвать ее до-Халкедонская. Так вот, и почему так очень были напуганы многие церкви вот этим Собором Вселенским, 4-м Собором Халкедонским? Потому что на этом Соборе легализовали, не поверите, оккультизм. Если первых два Собора, они оставались на библейских позициях, третий Собор принял самое роковое решение, курс на многобожие. Шла речь о Марии и святых. Так вот, а уже через 20 лет на 4-м Соборе был легализован оккультизм. И это было ужасным знаком, очень дурным знаком того времени. Признаменованием будущих очень страшных событий вообще в мировом христианстве. Я расскажу и этот эпизод. Репископы, собравшиеся там, в Халкедоне, они решали разные опросы, они обсуждали разные темы. И договорились до того, что решили судьей своих споров избрать одну мертвую девушку, которая к тому времени уже больше ста лет была мертвой. Ее казнили, когда-то за Христа. Это мученица Ефимия. В Халкедоне ее гробница была. Гробница ее была вскрыта. Участниками Собора. И тело ее было нетленное. Вообще, в пустыне в той Халкедонской, там тело, тела сохраняют. Но вот это тело Ефимия было, в частности, сохранено. Хотя прошло больше 100 лет после ее смерти. И положили в ее гробницу рукописание, епископы. Свои, как бы, решения. Потом закрыли гробницу, запечатали печатями двух сторон. Потом третья сторона, это государственная, чиновник государственный, представитель императора. И люди молились, собравшиеся там, епископы молились. Молились уже не Богу, молились уже Ефимии. Чтобы она дала ответ. Через 20 лет уже было нормальным в понимании епископов молить не только Богородице и 12 апостолов. Но уже и святым некоторым. В частности, Ефимии. То есть, уже как бы лиха беда начала, что называется. За 20 лет очень много изменилось. Кстати, через 100 лет, уже в начале 6-го столетия, молились сотням святых уже. Даже не десяткам, а уже сотням святых молились. Сегодня тысячи и даже десятки тысяч предлагаются для... Я не преувеличиваю. Десятки и пару тысяч святых предлагаются для обывателя. Православного и католического. Если брать в целом церковь традиционалистскую. Так вот. И мученицу Ефимию спрашивали о ее как бы свыше ответе. Гробницу вскрыли и нашли, что одно из рукописаний у нее в руках, остальные в ногах. Оппозиция не поверила. Заявили, что это фокусы. Проделки какие-то. Шарлатанов. Поэтому председатель сказал, хорошо, теперь мы сделаем по-другому. Спросим саму Ефимию открытым текстом. Зачем нам закрывать, сам открывать. Возовем к ней прямо сейчас. И давайте будем молиться. Ефимия дает нам ответ. Короче, все стали молиться. И в этот момент вдруг Ефимия, ну не сама она, а ее рука ожила. Так. И она протянула эту рукопись. Ну, председателю собора, как бы. Председатель взял эту рукопись и торжественно заявил, что Ефимия дала ответ. Но оппозицию пришлось все-таки репрессировать, потому что они все равно не поверили. Значит, даже после этого. И, значит, и, но обычай использования мощей после вот того самого собора четвертого стал повсеместным. На востоке, по крайней мере. На западе там еще так 50 на 50. Не сразу пришло. Но на востоке, в православном мире, хотя церковь в то время была, ну, одна церковь. Не было там отдельных. А это была одна мега церковь. Православно-католическая церковь. Но само вот это вот монашество и оккультизм шли в основном из Африки и потом на восток. И с востока уже на запад. Таким образом продвигалось сюда. А вот это про Ефимия, это притч-то сейчас была такая? Вообще официально православная церковь и католическая утверждают, что это было на самом деле. Потому что было много свидетелей, не только религиозных лидеров, но там были политики, там были представители царской власти, значит, солдаты, генералы, там, прочее. То есть, это было в таком многолюдном собрании было совершено. Поэтому официально утверждают, что это было на самом деле. Возможно, что это было все-таки шалатанство, определенно, конечно же, да. Но возможно, что это была магия, такого высшего порядка, использование трупов в магических целях. Это один из разделов магии. И, в общем-то, современная магия не отрицает возможности использования трупа для магических гаданий и вызываний. Допустим, вот в Европе, когда был несколько лет назад там конгресс магии, были представители, самые лучшие, как считается в мире, представители белой и черной магии, а также других расцветок, допустим, зеленой и красной магии. Это таки малоизвестно для обывателя, такие направления течения. Ну, в принципе, нам оно и не надо. Но, кстати, на том конгрессе было заявлено, что материалы публиковались в прессе, даже в новостях были, короткие сообщения, в принципе. Но люди мало внимания обращают, в принципе. На этом внимание не зацикливали. Но то, что публиковали в прессе, это было впечатляюще, конечно. Потому что я прочел на одном христианском портале, начали информацию, что так вот так, что происходит в Европе современной. Я удивился откровенности признания вот этих вот магов, ну, самых главных патриархов магии. То есть, как бы у них есть свои лидеры в белой магии, лидеры в черной магии, лидеры в других направлениях магии. Формальные, неформальные лидеры есть. И вот, значит, и все эти лидеры за круглым столом, общаясь, приняли такую общую резолюцию, признав, что источником всей этой магии, любых расцветок является одна и та же сила. Там не говорилось, какая сила, но мы понимаем, какая сила. Это был дьявол, бесы. И вот на том конгрессе также говорилось о использовании трупов. И мне это было очень, конечно же, понятно, что в христианстве использование трупов, останков, мощей, это есть влияние магических этих темных учений. Господь допоминет нас.